Приветствую вас и, условно, проблему, которую вы описываете, мне бы хотелось разделить на несколько частей. Первое – это с чего у вас все началось, второе – это то, что вам делать сейчас. Пожалуй, я начну с того, что вы спрашиваете, то есть подскажите, как выйти из депрессии. А потом, если вам интересно, то вы можете послушать информацию, которая касается именно причин. Но скажу вам сразу, что если не пронаботать, если не устранить причины, по которым вы оказались в данной ситуации, то нельзя говорить о том, что можно будет успешно выйти из депрессии, которая у вас сейчас происходит. Во-первых, я думаю, что у вас нет диагноза, который бы подтверждал, что у вас именно депрессия. Депрессия – это психическое заболевание, которое диагностируется врачом, и в результате чего наглошается не только психологическая реабилитация, но и медикаминдорная терапия. Соответственно, до тех пор, пока у вас нет этого диагноза, будем считать, что у вас депрессивное состояние, которое обусловлено тем, что вы не видите выхода из сложившейся у вас ситуации, следствие чего у вас достаточно сильно развиты негативные установки и негативная окраска восприятия окружающего мира и себя в нем. Вот вы пишете, что, значит, ваш бывший мужчина, бывший молодой человек, значит, общается с вами, хочет быть друзьями, все время идет на общение, но вам это очень обидно, больно, и вы не можете его игнорировать, потому что у вас общие интересы, общий круг интересов и общий круг общения. Вы знаете, вот если говорить именно о том, что делать в этой ситуации, да, тем более, что вы пишете, что именно невозможность избежать общения тянуть вас в норму, то в этой ситуации, смотрите, у вас безысходное положение. Вы общаетесь, вы хотите общаться, хотите проявлять свои интересы, но они у вас хвосты с мужчиной, и в результате этого, собственно, получается так, что вы с ним постоянно пересекаетесь. Я не знаю всех в данном случае деталей вашей ситуации, но думаю, что если... Вот, камень преткновения в данном случае является не мужчиной. Камень преткновения в данном случае это ваши интересы, которые вы пытаетесь реализовать, и которые вы реализуете, но с повышенным эффектом в виде вашего мужчины. Давайте мы попробуем вот как бы в нашем внутреннем взоре убрать интересы и общение. Уберите. И интересы, уберите общение, что получится, если вы не были бы связаны общением и хобби. Ну, интересы это хобби. Что было? Как бы вы поступали? Как бы вы себе завели? Какой бы образ поведения вы бы выбрали? Если бы не общие интересы и не круг общения с мужчиной. Вот вам об этом нужно подумать, потому что и интересы, и общение можно найти где угодно, при наличии хорошего, положительного настроя, при наличии охотчивости, при наличии уверенности в себе и воли. Сейчас же вы привязаны к этой ситуации, вы в нее вовлечены, и, скорее всего, вы не хотите из нее выходить. То есть вы говорите, что я не могу игнорировать мужчину из-за интереса. Но в действительности, что-то мне подсказывает, что вы надеетесь на то, что у вас все получится. Вы надеетесь на то, что у мужчин все-таки вот с вами общается, 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 вам тяжело. Вы надеетесь, что он совершит в отношении вас определенные поступки, которые приведут к тому, что вы все-таки получите то, чего в итоге хотели. То есть за мудрство. Если у вас такая надежда есть, то я очень рекомендую вам об этой надежде отказаться. Почему? Потому что, как вы говорите, два с половиной года вы были с мужчиной, и за два с половиной года он вам, значит, так предложение не сделал, значит, либо не готов к семье, либо, ну, либо не готов к семье с вами. И то, что вы стешите себя в целом надежды, то, что вы надеетесь, это и мешает вам полностью избавиться от этой ситуации. Давайте еще раз. У вас работа не связана с мужчиной. Никакие серьезные профессиональные сферы деятельности с мужчиной не связаны. Сфера интересов и общения – это свободное волеизъявление человека, и мы вправе реализовывать его так, чтобы не соприкасаться с молодым человеком. Ну, например, выбирать время, когда его нет, или выцеплять людей, которыми вы связаны, или как-то еще, или, может быть, с мужчиной, вот поговорить с мужчиной, сказать, что, быть честным с ним, и сказать, что я не могу, мне больно, мне обидно, лучше, если вы будете откровенны, опять же, что вы не готовы быть с ним друзьями, и попросить его, везу попросить его вместе с вами установить график, когда вы реализуете общение, интересы, так, чтобы вы не соприкасались. Если мужчина вас уважает, если мужчина действительно вам не дорожит, то он пойдет вам на встречу, потому что, в противном случае, его цель стать вам другом, она будет иллюзорна, а мужчина будет предъявить какую-то свою цель, и эта цель, к сожалению, не имеет ничего общего с дружбой. Если мужчина не захочет идти вам на встречу в этом вопросе, то тогда для вас единственное верное решение будет это попытка или даже деятельность по достижению ваших целей в контексте интеллекта общения, но во избежание уже мужчинам. Как я примерно сказал, это именно что премьера, потому что нельзя сейчас не зная тонкостей и деталей ваших интеллект нельзя давать какие-то рекомендации, но одно можно сказать точно это то, что вам не нужно зацикливаться на этой ситуации, на безвыходной ситуации и понимать, что безвыходных ситуаций не бывает, бывают ситуации которые чем-то нам выгодны, что-то нам дают, какие-то чувства реализуют, и возможно вы, скорее всего, наблюдая мужчину, все-таки еще лелеете, надеюсь, что ваши отношения они возобновятся и, собственно говоря, будут удовлетворять ваши потребности. Но, к сожалению, это не так. и мужчина, он, скорее всего, ничего серьезного не с вами не планирует. А вы, вы просто себя таким образом мучаете, вы не позволяете себе идти дальше, и я думаю, что именно от этого вам нужно избавляться. Это то, что касается выхода из состояния, я надеюсь, вы понимаете здесь, что эксперт Лидия очень хорошо вам написала, но ее ответ, он, мне кажется, направлен именно на как будто внешнюю сферу, но при этом довольно мало забрагивает сферу внутренней. Мне кажется, что я старался нахер глубже это забрагать, чтобы вам помочь увидеть что же собственно говоря безвыходного есть у вас. Теперь в том, что касается причин, по которым вы оказались в данной ситуации. Если вам неинтересно, то вы можете остановить прослушивание и дальше не воспринимать информацию, но я считаю своим долгом ее дать, потому что без нее ответ на ваш вопрос было бы не помню. Значит, смотрите, вы пишите такую вещь, что вы хотели быть с этим мужчиной, встречались не два с половиной года, надеясь на два мудрства. То есть мудрство было вашей целью. В итоге твоей цели вы не достигли и он теперь жаль себя и жаль потратить время на мужчину. То есть посыл, что вы человека воспринимали как средство для инвестиций, вы надеялись от него что-то это получить и то, что вы для него делали вот эти два с половиной года, вы не можете воспринимать как безусловное стремление делать человека счастливым, ничего не требовало взамен. Мы ничего этого не хотели и это что-то была семья. Давайте подумаем, почему вам так важно за мудрство? Чем оно для вас так важно? Что вам это за мудрство может дать? по вашему мнению? Какие плюсы оно вам принесет? Какие потребности удостоверит? Какие желания исполнить? За мудрство. Понимаете, в чем дело? Если человек, в данном случае вы, начинает встречаться с другим человеком, с мужчиной, ради конкретной цели, в данном случае вы встречаетесь для замущества сейчас, то, волей-неволей такой человек пытается подогнать другого, своего костера под образ, вот, у него есть, то есть, у вас был и есть образ замущества, и вы отчаянно пытаетесь мужчину подогнать образ подогнать. И вот у вас не получается, и из-за этого нехает разочарование. Проблема в том, что образ замущества, которое у вас было изначально, и к которому вы стремитесь, он идеализирован. Он не ориентируется на реальных людей. Так и вы надеялись, что мужчина станет тем, кто вам нужен, вы надеялись, что мужчина возьмет вас замуж, при этом мы игнорировали и не отдавали себе отчет в том, что у мужчины могут быть свои желания, что у мужчины могут быть свои потребности, свои цели и так далее. И скорее всего, они, эти потребности и цели были всегда. Но мы какое-то время предпочитали на них закрывать глаза. Надеялись, что они уйдут, и вы все-таки сможете мужчине внушить свои желания. Поэтому не произошло и в результате возникло разочарование. Чтобы этого не случалось, нужно понять еще раз, чего вы хотите в замуж жизни, что вам нужно, может быть, от какого-то страха вы бежите, может быть, от каких-то целей пытаетесь достичь, может быть, кому-то что-то доказать. В любом случае, замуж для вас имеет личное значение, личный характер, и это плохо, что через другого человека вы пытаетесь удовлетворить свои желания. Такие отношения нельзя назвать безусловными и безкорестными, к сожалению, тоже. Если вы нуждаетесь в мужчине как в своем муже, то мужчина должен нуждаться в вас как своей жене. но получается так, что у него такой нет, а у вас такая надо есть. В результате этого вы становитесь зависимой от него. И это приводит к такому вашему состоянию. Нужно перестать беззависимой, для этого нужно понять, чего вы хотите удовлетворить свои попрямности, чтобы быть независимой, такой же как мужчина, и будучи независимой, строить отношения безусловные, бесконечные для того, чтобы получать удовольствие просто от самого процесса. Чтобы вы не жалели своего потраченного времени на мужчину. А если говорить о детях, о семье, если вы там 30 лет вы написали, вы можете сомневаться относительно того, что выйдете замуж, родите детей, а я вам скажу так. Если у вас действительно есть такая проблема, что вы считаете, что 30 лет уже выходи замуж и рожать детей, то посмотрите пожалуйста на это вот с одной стороны. Во-первых, если вы молодого человека, мужчину, как бы насильно или непожелание победил в твоих локарю, да, то семья ваша вряд ли будет счастливой. А дети, которые у вас родятся точно будут скорее всего несчастными, потому что их родители были не до конца иглены друг другом, и у вас будут частные ссоры, частные скандалы и так далее. Соответственно, дети от этого точно будут продаться. Если вы пусть и поздно, но найдете себе мужчину, когда расчаст вы уже не захотите, или будете, например, бояться, или что-то еще, то всегда можно решить эту проблему с помощью услуг патронажной матери, усыновления или как-нибудь еще. В любом случае было бы желание довести детей, а потом всегда найдется. То есть здесь главное не мыслить узко, сопричить на смысл того, что вы хотите, и понимать, что без любви, без личности, без взаимного желания быть друг другом, без уважения не получится построить ни периодных отношений, ни гармоничную семейную жизнь, ни устоственно сделать детей счастливыми. Поэтому зацепить, что вы сейчас одна, у вас нет мужчины, это скорее хорошо. Потому что если бы вы были в семье замужем, замуж мужчины, которого вы сами не очень любите, который вас не уважает, но считает, что сделал вам услугу, оказал вам услугу на ваш женившись, вам было бы еще тяжелее, вам было бы еще хуже. Теперь давайте попробуем с вами подумать так. Вот почему у вас нету мужчин. До сих пор. может быть вы как-то неправильно себя ведете. Может быть нужно поменять ваше женское поведение, может быть нужно поменять своей идентификации как женщины, может быть нужно четко определить для себя критерий мужчин. в зависимости от того какие проблемы у вас есть в этой области с этим нужно разбираться и работать. Мне бы хотелось вам сказать так, что вы сейчас строили свои отношения в надежде на что-то. Это неправильно. Есть только одна ситуация, когда у вас может получиться реализовать то, что вы хотите через другого человека. Это только в том случае, если человек вас очень сильно любит без наглядки, но такой человек может очнуться и однажды осознать, что вы его не любите, а используете, и тогда разрыв будет для вас неожиданностью и громом среди ясного неба, и прошу прощения, я ошибся 220, и второе, это когда человек, как вы, об этом я уже говорил, не знает о чем-то, что он может удовлетворить через вас. Но вот, о чем я не говорил, это о том, что вам нужно понять, а что же такого вы можете дать человеку, чтобы это компенсировало и взаимно связывало вас именно желаниями и выгодой. Если такого у вас ничего нет, то и построить отношения на личных пожеланиях шансов у вас нет. И тут вам нужно определиться для себя. Либо вы строите отношения на истинности и безусловности, и тогда не важно сколько времени вы встречаетесь с мужчиной и не важно ради чего главное, чтобы быть с ним и просто проводить с ним время, принимая его желания и вот таким, как он есть, да? Либо если вы хотите все-таки свои желания удовлетворять, то подумать над тем, а что вы можете дать другому человеку, почему другой человек должен удовлетворять ваше желание, что ему за это будет? В отношениях, когда люди для чего-то, для каких-то своих целей, нужно всегда думать о том, для чего нужно этому другому человеку, если об этом не думать, то можно в итоге остаться в одиночестве и тогда все будет еще несколько хуже, чем у вас есть сейчас. Пожалуй, на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен мне сделать всего лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. субтитры создавал DimaTorzok